Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 36 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на локации «Маяк» познакомился с водоочистной станцией, закрыл квест «Терапевта» потерянный контакт с обнаружением группы, и закрыл квест «Торчок» от «Егеря» с устранением диких в лесу под стимуляторами. Стронглав, спасибо большое тебе за поддержку. Да, было дело, знатно ты нас развёл аптечкой. На момент записи все торговцы открыты снова, так что вперёд сдавать квесты. Всем приятного просмотра! Закрываем квест «Витамины. Часть первая» с химическими контейнерами, которые я притаранил с локации «Развязка». «Витамины. Часть вторая» квест, поэтому квесту нужно передать респираторы. 4 штуки найденные в рейде и 3 штуки набора для переливания крови, тоже найденные в рейде. Это уже всё у меня подготовлено, так что «Витамины. Часть вторая», даже не выходя в рейд, сразу закрываем. Осведомлён, значит вооружён, квест тоже завершаем. Мы установили наблюдение за причалом в лесопилке в лесу, за дорогой в припортовую зону на таможне и за магазином Киба Армс на развязке. Выдаёт квест «Прикормка», по которому мне нужно на трёх локациях заложить на развязке на таможне и в лесу по 3 золотые цепочки. А также нужно убить 5 бойцов ЧВК на развязке ночью в период с 22, с 10 вечера до 10 утра. Модный приговор тоже можем завершить. Сдачи по квесту «Ковбойская шляпа» уже готова в схроне. Путь выживальщика «Торчок» тоже можем завершать. Убили 15 диких в лесу, находясь под эффектом стимуляторов. Хочу сегодня попробовать закрыть квест «Простая задача. Часть первая». Мне осталось только пометить вертолёт маркером и выжить в эти с локации. Оказывается, в описании было написано «Бери маячок и пометь вертолёт. Дальше мои парни сами разберутся и бла-бла-бла». Так что извиняюсь за дезинформацию. С «Маяком» у меня связано ещё несколько квестов. Это «Тайны корпоратов», например. Нужно найти данные о работе насосов на локации «Маяк» и найти отчёты о работе станции на локации «Маяк». Также есть квест «Энергетический кризис», по которому необходимо 3 бензовоза пометить и группу цистерн с топливом. Есть квест «Ревизия» часть вторая. Здесь нужно пометить БРДМ, 2 штуки на «Маяке» и 2 страйкера. 9 «Маяков» общей сложности мне необходимо на данный момент. Все 9 возьму, пофиг, что будет, то будет. Может быть, я где-то недалеко от «Маяка» заспаунусь. Конечно, большие задачи и планы у меня на этот рейд, но я, наверное, буду делать то, что по пути будет. Как говорится, что ближе, то и будем метить. Оп! Почти! Вообще в другом конце карта меня заспаунило, так что придётся... ...попутешествовать, да целом. Ну, что я могу сказать? Так уж вышло. Ну и такой уж спаун. Сразу настроим. Вот так примерно. Ну ничего страшного. Первый, зато, страйкер, по-моему, да? Он здесь находится. Перед «Маяком». Ну, по крайней мере, первый, скорее всего, второй тоже удастся без проблем пометить. Страйкер этот. Пошёл. Так. Один готов. Из девяти. Так. Второй где находится? Примерно. Примерно под шале. Примерно под шале он находится. Какой? Блин. По-моему, третий поворот. Не самая, наверное, удачная я выбрал. Не самый удачный маршрут. Так. Первый поворот – это тоннель. Понятно. Второй поворот – это на шале. Ну и, в общем, третий поворот получается тот, что нам нужен. Не пропустить бы его. А, вот он, второй поворот на шале. И вот примерно где автобус, да, третий поворот. Вон он стоит, страйкер. Точно. Точно, точно. Кто-нибудь подглядывает. Вот валяется. Термит. А через низину здесь пробегу. Заходить на шале наверх туда я не буду. Нет у меня на это, к сожалению, времени. Да или, к счастью, я тут за другими немножко делами пришел. Давай, родненький. Хорош. Так. Есть второй. Хорошо. Тогда. Как тогда? По левой стороне, что ли? Давай, наверное, я по левой стороне тогда дороги. Со стороны побережья я попробую там этих отступников подсократить. Если получится, конечно. Гоп-компании, конечно же, это было бы гораздо легче, но у нас тут соло. Так что улыбаемся. И машем. Машем, машем. А где-то отсюда они примерно уже лупить могут по мне. Где-нибудь. За камушком, что ли, попробовать. Где тут кнопка за границей? Есть, красавец. Сколько тут метров? Ладно, я на сотню выставлю, а там уже прицелом корректировать буду. Есть, кабанчик. Первый пошел. Так. Сколько их всего, я понятия не имею. Ничего не понятно. Что, можно сближаться? Интересно мне знать. Добрыйaken. Мне нравится. Ах ты зараза, присел кто-то другой. Присел кто-то другой за пулемёт. Или это дальше на крышек пилил кто-то. Ого, присел за АГС. Ё-моё, это плохо. Откис, да? Хорош, Дисах. Хорош. Хоть так. Так, ладушки. Пока всё идёт по плану. Жалко, квест у меня не открыт на устранение отступников этих. Да я думаю, это... Скоро случится. Пока под АГС никого. Надо крышу смотреть, вода канала. Чик-чик. Блин. Не вижу никого. Но он там был. Пулемёт откуда-то лупил. Понял. Понял вас. Понял. Это уже так. Дальняя крыша. И причём это, по-моему, вообще не по мне. Ладно, надо чуть ближе подойти. Я так думаю. Далековато. Тяжеленная, блин, волына. Он еле-еле её держит в руках. Руки устают вообще быстро. Как верёвки стали. Руки устают. КОНЕЦ чуточку левее бы обзорчиками было бы замечтательно надо ближе чуть-чуть подходить я так думаю и потихонечку отстреливаться по возможности ничего себе как горный козел скачет по этим скалам хорош подготовка что надо блин децил настораживает то что я вообще ничего не вижу но никого из этих самых они там есть стопудово есть она слушай может быть тогда цистерны обойти пометит тебе такое джимин нет да и иди в баню нифига он стреляет по мне что ли нету тут никого нету даже не вздумай он там правда где то есть но я так и не понял где он внизу или может помещение где а тут кстати говоря должны быть документы которые мне нужны водоканале в этом да так мне надо крышу поглядеть сидит вроде красавица не понял не понял Вот так вот. Попробовать стоит. Да, начинает с меркаться и обзор не очень. Давай, с этой стороны выскочу. Так, если помереть, хотя бы не жалко было эти самые, да, маячки. Во всяком случае. Мы это все дело можем сейчас по большому кругу обойти. А вон он первый на ливняк. Ну как, первый один из них. Ты где-то тут, твою мать. Ничего себе вы вытворяете, чё. Я тебя понял, братишка. Офигеть, откуда он поливает. Офигеть просто. А вон они, по-моему, хранилища, да. Они самые. Ещё больше радиус попробую взять. Да нет, он простреливает всё равно. Просто так бежать. Апосян, я думаю. Я, я думаю, как он видит. А он там, оказывается, у него хороший обзор там. Вон он сидит. Готов, чинка. Мама, она. Значит, на той крыше и внизу там они трутся. Сюда маячок. Этот грузовик надо, бензовоз, сейчас. А патроны пока докинем. Так, сколько у меня там? О, ништяк, у меня осталось-то. Только в подсумке маячки. Шесть маячков осталось. Процесс идёт потихонечку. Это радует, конечно. Но приходится очень аккуратно, долго. У меня опыта нет. Поэтому я каждый шаг стараюсь как-то аккуратно. Сделать, чтобы он не оказался последним. Вижу, я его вижу. Там ещё один присел. Ёшкин кот. О, здесь можно пометить, да? Отлично. Так, я дождусь тогда, пока приживётся маяк. В случае гибели не напрасно я сюда пришёл. Зато в следующие разы мне сюда не нужно будет уже внедряться. Это сократит время пребывания, да, на карте. Оу. Хорош, чертяка. Ну, ничего страшного. Четыре маяка на отдалённых частях локации я уже установил. Мне теперь необходимо маячить только то, что находится непосредственно внутри этого квадрата, в водочистной этой станции. Пойдём теперь с СКС М62. Патрон, БП-патроны у меня есть. Я чуть-чуть подварил. Собрал вот такую СКС-ку, универсальную с ПСО прицелом и с кошенным коллиматором. Опять же, ПК-06. То есть, на ближней и дальней дистанции, в принципе, более-менее себя комфортно буду чувствовать. Единственное, сюда никак фонарик не присобачить, и я буду без ночнушки слеп. Всё, теперь я точно готов. Около 10 вечера. Уже темно будет достаточно на локации, но... Как я понимаю, отступникам вообще по барабану все эти сумерки и так далее. Хотя в прошлом выпуске он стоял, что-то там это втыкал, да, когда я на скалах там тёрся. Видимо, я тогда позднее гораздо был, за полночь уже было там. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Наливается, наливается карта. Чик. 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 Во, вот такая тема будет у меня. Так, а где я вообще? Что я? Кто-то покрутился, повертелся, и непонятно теперь, где я. А я, по-моему, как раз над базой. От станции, да? А вот так вообще практически ничего не видно. Над базой вроде, но непонятно над какой её частью. Эй, или чё это? А это же деревня, гутор поваленный. База. Вон, в той стороне. Так. Давай здесь обойдём, что ли? Блин, тут где-то есть минные поля, я точно не знаю, где они. Вот этот момент меня немножко напрягает. Ладно, главное по камням, наверное, двигаться. Как-то, в общем и целом, в этом, кажется, направление надо двигать. У, сколько на небе звездов. Что такое? извиняюсь заранее если сейчас минус уши кому-то будет о ее мое это вообще это пруд озеро но уже отсюда если не ошибаюсь могут навалять кондулей взрослый взрослый слушай да неплохо видно или просто из-за того что погода такая ясная да скорее всего из-за этого оптику конечно не очень хорошо но по крайней мере разборчиво по моему там кто-то сидит это не кажется помацами сатанчик поставлю точно там сидел типчик там сидел типчик он крутится вертится не силуэты все эти как тени просто сливаются воедино и сложно разобрать что-то и и и и и и и так это уже интересно бпхе на вес золота поэтому по десятку буду отстегивать на развитие событий как бы крутится да сейчас если меня снизу спалят они меня прихлопнут просто как муху тут по большому счету мне туда направо они там документа лежат мне полюбасу туда желательно пойти ё-моё он сидит красавец есть да как так на тебя вот это вы даете копоти как ты меня увидел просто у меня тут не вспышки ничего по идее даже не трассеры ладно того бы достать хорошо было бы на отче убежал направо так и не добежал где-то присел он пушкой курить почему у него пушка светится поспор что ли руки устали там было побольше патронов наверно брать да интересно так куда одиссей а вона чуть-чуть чуть-чуть слишком быстро бежит буденыш побежал назад да за пулемет точно но не простреливается я просто патроны трачу ладно в любом случае не он основная тут угроза что я увлекся а там опять по моему кто-то присел за пулемет опять он ровненько стоит на мне показалось так а этот пулемет насколько сложно будет достать вообще практически не видно ничего да он ближе подходить ладушки ладушки давайте да по левой стороне попробуем блин он сейчас если откроет огонь то я все опишу пропала мои полномочия тут как бы все сразу станут о вижу попал по нему нормально попал нормально да тут правда черта с 2 чё разберешь да ночнушки смотришь вроде не часто начинаешь через оптику пялиться все четкости нет ой бой я куда упал чуточку ближе да тут блин метр туда метр сюда и все они сразу же тебя расстреляют заразы но он же там наверху я точно знаю а вон вижу кого-то силуэт не убил по вам бежал чик назад побежал мечется там мечется да успокойся ты ага по кому-то работает есть пришел я его суетливый какой бегал бегал туда-сюда обратно как двоих на этой крыше сняли хорошо значит агресс уже вряд ли нам помешает все патрону нема она суда давай не ну это свой кайф есть конечно вот это вот посидеть поприцеливаться дата вычислять их как-то свой кайф в этом есть а кто-то из ребят там зашел сюда по всему слева о луну дали про меня это по кому-то фигачишь пацан он по железке по вот этой джебошу кто-то прям откровенно внизу что ли лазит получается я кому-то подсобил тут теперь подсобители вы мне так чтоб руки не уставали склался он я до этого попадал по нему как пить дать есть еще один один два три четыре пятый да по моему вот он этот вертолет который мне нужен там ребята похоже что правду выбили кто-то тут лазил или они могут багануться и стрелять криво опа вижу луквы попасть не могу или там текстура невидимая вот попал по кому-то есть сложил еще троих положил получается уходит так восемь и того а сколько их всего на локации ладно пофиг сколько их бы то ни было да все наши восемь патронов осталось чуть-чуть понаблюдаю может быть еще кого-то где-то увижу там что-то какое-то движение но это походу тень играет честно говоря я больше никого не вижу надо пробовать спускаться вниз потихоньку помаленьку вроде как зачистил верха прилететь прилетать с чего-то тяжелого не должно ну это обычный дикий а как он там появился это походу челоботы подгрузились на 22 минуты значит точно надо спускаться иначе я профукаю свое счастье и выйду отсюда не словно хлебавший ну пробуем вроде как всю территорию все верха зачистил тоже может дать гарантии да так вот он на ливня кстати маяч уже не зря пришли хотя бы один маяк если поставил уже не зря значит сюда пришел правильно правильно и там по моему как раз башка че-то торчит так не кажется тест так 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 ну здравствуй снова здравствуй что какой-то маяк там достаешь с ума сошел походу можно второй маяк поставить чтобы наверняка уже ура подзадача выполнена простая задача подзадача но надо выживать вы выйти с локации необходимо так точно по выходам у нас дорога к военной базе автомобильный выход я не успеваю так быстро читать я старый боковой тоннель тропа через перевал переход на берег южная дорога бронепоезд вау а если машина не будет то это может стать проблемой слушай так ладушки а может быть тогда мне в другую сторону попробовать быть я документ или ладно бог с ними с документами да и она тоже как бог с ними ладно пошли пока есть возможность просто в холостую бегать замаячу хотя бы то что можно замаячить вот она техника которую мне нужно маякнуть вот так вот отлично отлично и сушу здесь жду пока не приживется маячок можно идти все таки попробовать документы вытряхнуть оттуда ай чё уж там чё стесняться то да блин блин только не все сразу хочу не убиваете спасибо я понял не видели брус но я большущую просто работу проделала отвечаю просто большущую работу проделал с ума сойти 12 отступников и это тринадцатый меня чертова дюжина меня тринадцатый застрелил со скс на ближней в принципе неплохо тоже да она и на дальнюю и на ближнюю работает не дурно но вот это вот загвоздочка когда четверо рейдеров на тебя выходит это да простая задача часть 1 почему-то завершить я его могу даже несмотря на то что я не выжил не вышел с локации видимо засчиталось выживание выход с локации тогда когда я первый раз его обнаружил теперь прапор подваливает с простой задачей частью 2 обезопасить территорию вокруг вертолета на вода частной станции на локации маяк на этом буду заканчивать всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился большое спасибо за пальцы вверх за теплые комментарии и за соучастие в развитии канала всем отличного настроения будьте здоровы увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания пока пока Продолжение следует...